Долька апельсина Маргарита, здравствуйте! Рада встрече! Здравствуйте! Маргарита, ну что же, для всей страны эта неделя посвящена популяризации потребления овощей и фруктов, что особенно актуально для нашей страны, потому что у нас климат холодный, мало солнечного света, отсюда нехватка витамина D, плохое настроение. Вот расскажите, пожалуйста, все-таки какой должна быть норма потребления овощей и фруктов в день для того, чтобы покрывать норму витаминов? Да, как верно вы заметили, мы живем не в самой солнечной стране, не в самом солнечном регионе, но выход из сложившейся ситуации, конечно, есть. Каждый человек должен в течение года, каждый день употреблять не менее 400 грамм желательно свежих овощей и фруктов. Именно такое количество рекомендовано ВОЗ, и это показывает опыт, что именно оно способно восполнить все запасы микроэнергии, элементов, витаминов, кислот, углеводов для человека. Ну а какие в целом стоит включать почаще в свой рацион овощи и фрукты? Ну нет такого понятия плохой или хороший овощ, полезный или неполезный фрукт. Каждый фрукт или овощ, они по-своему уникальны, в них собраны все необходимые витамины, запасы минеральных веществ, которые заложила в них природа. Поэтому рацион должен быть крайне разнообразен. Но учитывая, что сейчас весна, порог весны, и у всех авитаминоз, который сопровождается апатией, снижением настроения, повышенным распространением простудных заболеваний, то есть налицо снижение иммунитета, то, конечно, все фрукты, овощи с большим содержанием витамина С. Вот хочется отметить такой фрукт, как гранат. Гранат на протяжении всего срока хранения не теряет своих уникальных свойств сохранности в нем большого количества витамина С. Витамин С – это фундамент иммунитета. Кроме того, в гранате очень много витаминов группы В, в частности, витамин В12. В12, он не превзойден для поддержания людей с пониженным гемоглобином. Женщинам во время беременности мы очень широко предлагаем именно этот фрукт для профилактики, именно для профилактики анемии. Ну и вся наша популярная цитрусовая линейка, которая разнообразна в магазинах, конечно, это в первую очередь витамин С весной, он для организма незаменим. Угу. Но вот все-таки для нашего региона сейчас не сезон свежих овощей и фруктов, а ценник на сочные, солнечные, экзотические фрукты из других стран, он просто зашкаливает. Вот поделитесь советами, пожалуйста. Вот бюджетная овощная фруктовая корзина на каждый день, которая при этом не будет бить по кошельку, но покроет суточную дозу витаминов. Да, с фруктами здесь, конечно, достаточно проблематично, потому что большинство фруктов завозные, они лежат, долго лежат, хранятся, и, естественно, весь набор микроэлементов становится у них менее эффективным. Поэтому, как в былые времена, мы предпочтение отдаем, конечно, овощам нашим, местным, нашим, алтайским, выращенным на наших же огородах, на наших полях. Капуста, свекла, морковь. Ну и, конечно, они тоже лежат, они тоже лежат, и тоже у них теряются их витаминные свойства. Поэтому, конечно, предпочтение весной нужно уделять зелени, укроп, петрушка, сельдерей, салат, также перенасыщенный витамином С и поливитаминами и минералами, потому что они выращены вот сейчас, они свежие. Поэтому, пожалуйста, обязательно употреблять в организм, для организма это необходимо. А из фруктов? Фрукты, ну, как мы уже сказали, у нас на Алтайском крае нет таких фруктов, которые весне уже сохранили бы свои уникальные свойства. Но обязательно все равно нужно употреблять яблоки, груши, сливу, которая консервированная, но она, конечно, не такая уже витаминизированная, но, тем не менее, она необходима в рационе. Ну, кстати, вот в тему про консервацию фруктов, овощей, вот многие жители нашей страны, нашего региона любят заготавливать соленья на зиму. Квашеная капустка, соленые огурчики, кто-то просто запасливый, а кто-то вот баночку открывает зимой и думает, вот сейчас будет насыщение витаминами. Вот скажите, действительно ли так полезны эти соленья? Ну, по поводу консервированной продукции, ну, это все принятое уже мнение, что это, в принципе, мертвая еда. Потому что во время консервации мы используем термическую обработку. Витамины боятся термообработки, они в буквальном смысле этого слова улетучиваются. Кроме того, в консервированных продуктах очень много сахара. Сахар сам по себе, это медленная дорога к неизбежности. Очень много соли. Соль то же самое. Где соль? Там задержка воды, там гипертония, там отеки. То есть консервированные овощи, фрукты нет. А вот что касается квашеной капусты, здесь идет уже отдельный разговор. Сама по себе белокочарная капуста, она очень-очень полезна. А что касается квашеной, в квашеной капусте очень много образуется витаминов группы В. Витамины группы В, которые способствуют поддержанию иммунитета. И вот квашеную капусту рекомендуют в рацион, пусть в небольших количествах, от 50 до 100 грамм в сутки, употреблять практически ежедневно. Квашеная капуста, это да, это хороший показатель на столе. А соленые огурчики? Соленые огурчики нет, нежелательно. Витаминов там, как правило, уже нет никаких. Ну а можно ли в целом сочетать свежие овощи друг с другом? Вот есть такой салат, в его составе томаты, огурец, зелень. Но многие диетологи отмечают, что употреблять одновременно эти овощи нельзя, потому что желудку требуются разные ферменты, вещества для их переваривания. Вот так ли это с медицинской точки зрения? Ну опять же, мнения, конечно, разноречивы, разноголосые. Но нет такого, что нельзя употреблять вместе ряд овощей. Единственное, нужно смотреть на специфику желудочно-кишечного тракта. Если желудочно-кишечный тракт сильно реагирует на грубые овощи, свежие овощи, а тем более, если мы их в организм запустим в буквальном смысле этого слова комплексно, конечно, мы получим результаты колита. Будет и вздутие живота, и урчание в кишечнике, и болезненные моменты. Поэтому в таких случаях, конечно, лучше всего разграничить между собой состав салата. Ну а что касаемо овощей, точнее фруктов, вот фруктовые салатики, например, можно ли их сочетать? Да, фруктовые салаты, сочетание допустимое. Но все фрукты, опять же, как нам рекомендуют диетологи, медицина в целом, нужно все-таки в пищу принимать в утренние часы. Это в первую очередь как десерт. В вечерние часы этого делать нежелательно. Ну а теперь вопрос для всех сладкоежек. Фрукты – это все-таки альтернатива сладкому, как утверждают, опять же, некоторые диетологи? Или за счет содержания во фруктах фруктозы они тоже не рекомендуются? Употребление в большом количестве именно, и как абсолютная замена сладкому? Нет, как замена сладкому здесь я бы не рекомендовала употреблять фрукты, потому что действительно фруктоза – это тот же, по большому счету, сахар. Как альтернатива – нет. Сладкие фрукты, их тоже нужно употреблять в пищу в ограниченном количестве, как я уже говорила, в первую половину дня, потому что это все равно сахар. Ну а какие фрукты с наименьшим количеством сахара? Опять же, наименьшее количество сахара у нас опять выступают – это яблоки, это несладкие груши. Сюда мы можем также отнести сливу. Ну, в принципе, выбор несладких фруктов достаточно невелик, поэтому с фруктами нужно все равно быть более аккуратным, что касается сахара. И многим пациентам, у которых выставлен диагноз сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе, ожирение, мы рекомендуем из рациона вовсе убрать содержание этих продуктов. Не нужно этого делать. Ну, а в целом, если так подумать, вот можно ли из категории овощей, из категории фруктов выбрать по самому полезному представителю? Ну, по самому полезному представителю, опять же, нет такого понятия – самый полезный либо самый неполезный. В определенных условиях мы же смотрим, для чего вы употребляете. Для удовольствия есть фрукты для удовольствия, есть именно для повышения иммунитета, для увеличения витамина группы С. То есть нет, каждый фрукт и овощ, он по-своему уникален, и здесь мы не можем сказать, что этот более полезен, этот менее полезен. Все они по-своему содержат многочисленное количество запасов витаминов, созданной природой. Нет, нет таких, что совсем не полезен, либо очень полезен. Ну, давайте тогда все-таки подытожим нашу беседу, напомним нашим зрителям о важности включения в свой рацион овощей и фруктов. Да, как мы говорили в начале нашего разговора, 400 грамм овощей и фруктов желательно в сыром виде в рацион каждый день включать необходимо. Но это не значит, что встал с утра и съел сразу 400 грамм клетчатки. Нет, в течение дня понемножку в качестве салатов основного такого рациона нет, конечно, но дополнение к пище обязательно, потому что все фрукты и овощи, они способствуют усилению иммунитета, стабилизации сердечно-сосудистой системы, предотвращают развитие онкологических заболеваний. Если это касается детей, конечно, рост ребенка, волосы, ногти, зубы, в целом организм формируется более активно. Ребенок менее подвержен простудным заболеваниям. Поэтому кушайте фрукты, овощи и будете здоровы. Ну, а в целом еще вот можно расширить спектр тех заболеваний, которые могут предотвращать потребление фруктов и овощей? Да, это сердечно-сосудистые заболевания, это онкологические заболевания, заполевания опорно-двигательной системы, или, как принято говорить, костно-мышечной системы, иммунной системы, сахарного диабета, нарушение толерантности глюкозы, ожирения. Это не конец того списка, который можно перечислять в помощь нам овощи и фрукты. А вот я еще добавлю, вот насколько мне известно, что некоторые диетологи, я вот сегодня на них ссылаюсь, они любят разграничивать овощи и фрукты по цветам. Вот, например, оранжевые овощи и фрукты, они могут предотвращать старение, например, морковка или хурма. А вот, например, там сиреневого цвета фрукты, овощи, как виноград, они укрепляются в сердечно-сосудистую систему. Вот так ли это? Да, да, есть такие научные разработки, что оранжевые фрукты, да, там много очень витамина Е предотвращают старение. Да, все верно, диетологи, они основываются на медицинских доказательных базах, и то, что вы говорите, абсолютно верно. А можно вот как-то, ну, расширить, пожалуйста, эту тему? Вот все-таки какие фрукты чаще стоит включать, и овощи в свой рацион, а от каких можно отказаться, потому что они, ну, как дополнительные калории выступают к нашему рациону? Дополнительные калории – это сладкие фрукты, это бананы, хурма, виноград. Их можно, конечно, использовать только в качестве десерта и не в таких расширенных возможностях. А вот среди фруктов, таких как яблоки, груши, цитрусовые, здесь нужно делать, конечно, упор. Но что касается овощей, это наша незаменимая, естественно, капуста, свекла, морковь, огурцы, помидоры. Они должны присутствовать гораздо чаще. А картошка? Картошка – это много крахмала. Картофель, в принципе, его рекомендовано употреблять в пищу не больше двух раз в неделю. Поэтому на картофель мы ссылаться здесь как на витаминизированный продукт не будем. То есть, а в каком виде его употреблять, чтобы хоть какая-то доза была витаминов? Лучше в вареное. Лучше в вареное. А на этом у нас все. В гостях была Маргарита Гурова, врач-терапевт Барнаульской поликлиники номер 14. Маргарита, спасибо вам за такую полезную беседу. А нашим телезрителям мы желаем побольше витаминов. Кушайте с пользой, кушайте вкусно и до встречи!